МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вечерний эфир телекомпании Ахтуба продолжает программу Актуальное интервью в студии Елены Мурмиловой. Мы работаем в прямом эфире, я с удовольствием представляю гостя. В нашей студии сегодня это Евгений Пыльев, председатель Воложской городской думы. Евгений Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. В начале программы уже посложившейся традиции. Позвольте, я приглашу всех телезрителей присоединяться к нашему разговору. Номера телефонов в нашей студии вы сейчас увидите внизу своих экранов. Звоните и задавайте свои вопросы. Евгений Александрович, ну а мы с вами начнем. По традиции, опять же, мы с вами встречаемся в конце года. И, как всегда, в конце года принято подводить итоги. Воложская городская дума как в этом году сработала? Если коротко и в цифрах, что произошло? Ну, Воложская городская дума в 2012 году провела 18 заседаний, приняла 186 постановлений, из них 80 нормативно-правовых актов. У нас в думе работают 12 комиссий, которые провели 148 заседаний. Ну, я думаю, этим цифрами все сказано, как депутаты сработали в этом году. Ну, и хотелось поблагодарить депутата Воложской городской думы, хотелось поблагодарить главу городского округа и ее служащих за ту работу, за то понимание, которое мы сделали в 2012 году. А вот на этих комиссиях какие вопросы самые часто рассматриваем? Какие самые актуальные были? Ну, вопросы разные. И социальные, и по здравоохранению, и по спорту, и по политике, и по молодежной. На последнем заседании Воложской городской думы депутаты внесли поправки в бюджет текущего года. Чего они касались и как исполнен бюджет этого года? Ну, бюджет этого года, я вам скажу, заработал за 9 месяцев. За 9 месяцев исполнение его составило 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Это примерно 63% от всего. И составило 220, это дефицит. Ну, а должен дефицит погоды составлять 235. То есть, ну, мы укладываем те все нормативы, которые были заложены в наш городской бюджет. А как были исполнены депутатские поправки? Понятно, что депутаты некоторые поправки сами инициируют. Да, вот как они были исполнены? Ну, хотелось бы, конечно, лучше, но в связи с тем, что бюджет не такой уж у нас сильный, и некоторые поправки просто мы не смогли выполнить наказы избирателей. Хотелось бы отметить, что мы 1 миллион 250 тысяч рублей выделили на содержание и ремонт поливочного водопровода. 600 тысяч рублей выделили на проведение ремонтных работ в садике номер 75. 200 тысяч рублей предусмотрели на ремонт кровли в детском садике номер 89. 750 тысяч выделено на выплату городских стипендий, отдаренных детей. 2 миллиона мы направили на укрепление муниципальной спортивной базы. 131 тысячу дополнительно осигнование пошло на ставку тренера в конно-спортивном клубе. 460 тысяч рублей было выделено ремонт помещения приобретении рентгенов-станоки для стомолатологического кабинета. Это для организации общества инвалидов. Можно еще много вам называть. Это самые основные? Самые основные, да. Я не называл, где-то мы улицы засыпали, еще где-то освещение сделали, где-то газ провели. Наверное, учитывая ситуацию с зеленым насаждением в нашем городе, то, что вы назвали поправку по содержанию и ремонту поливочного водопровода, наверное, очень актуально. Конечно, конечно. Тем более с нашим клиентом. Все мы понимаем, что это были наказы избирателей, они очень просили это сделать. Горол зеленый, и мы должны эту традицию продолжить. Спасибо. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня председатель Луговской городской думы Евгений Пыльнев. Номера телефона в нашей студии вы видите внизу своих экранов. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Евгений Александрович, у нас, наверное, один из самых актуальных разговоров и обсуждений в нынешнее время, в эти дни, это, естественно, бюджет будущего года. Депутаты сейчас активно обсуждают, в мэрии он обсуждается. И обсуждения происходят в сжатые сроки в этом году, как никогда. Вот ваш комментарий, ваша ситуация, как вы видите ситуацию с бюджетом? Уже где-то две недели мы работаем над бюджетом 2013 года и последующих 2014-2015 годов. Была создана у нас комиссия, которая работала с мэрией. Вчера была комиссия по бюджету, где мы принимали все поправки. И в этом году мы должны принять бюджет. Значит, предусмотрели доходную часть, которая составляет 3 миллиарда 800 миллионов рублей. А в прошлом году было 4 миллиарда с лишним. То есть в этом году чуть-чуть поменьше. А за счет чего меньше? У нас же еще медицина у нас уходит на областной уровень. Видимо, из-за этого еще и финансирование сокращается. Структура расходов, доля социальных расходов на 2013 год составляет 2 миллиарда. И почти 470 миллионов рублей. Это примерно 61%. Если взять в сравнение с 2012 годом, то здесь социальные расходы составили, по ожидам исполнения, 59,5%. Ну, то есть мы идем чуть-чуть с превышением. Ну, то есть у нас опять получается, что бюджет сложен, но в целом он сохранит свою социальную направленность. Да. Он и должен это делать. И бюджет он работает на наших горожан. Какие поправки депутаты предложили в бюджет 2013 года? Ну, депутаты вышли с поправками где-то около 30 поправок. Я примерно зачитаю поправки. Да, конечно. Их очень много и цифры. Значит, в общей сложности мы внесли более 30 поправок. Это 10 миллионов на ремонт детских садов. Это будет отремонтировано 21 группа. Это примерно 500 мест. Это очень значимо для города. Это примерно 20% очередности снизится. 14 миллионов... Ну, буквально сегодня, кстати, прошло открытие нескольких групп в наших садиках. Это 150 детей получили в местах детских садов. 6 групп ремонтировалось. 14 миллионов на бесплатное обеспечение детей первого и второго года жизни молочными продуктами. То есть, насколько известно, молочная кухня у нас теперь перестанет существовать в том виде, в котором они были раньше. Да, да. Хотелось бы так все, видите, деньги выделяем. 80 миллионов мы выделили на организацию питания школьников. То есть, всеобщее бесплатное питание в школах мы сохраняем, как и было раньше. Но опять же, мы чуть ли не единственные, наверное, из ближайших соседей, кто курит детей. Ну, можно сказать, что единственные. Тоже положительный знак. Который 100%. Но теперь опять же вопрос за контроль качества питания. Да. Ну, для этого есть органы, которые должны осуществлять качество питания детей. Какие еще были поправки? 1 миллион рублей – это на поддержку Волгского драмтеатра. Это ремонт фойе и новые кресла в зрительный зал. Но это тоже надо. Люди должны ходить отдыхать и получать от этого удовольствие. Поэтому мы стараемся обеспечить их, не отдых. 7 миллионов мы добавим на мероприятие по поддержке физкультуры и спорта. На прокладку коммунальных сетей в поселке Краснооктябрьский 4 миллиона рублей. Ну, поселки у нас всегда нуждаются вот в таком деле. Ну, да. Я только не стал расписывать, куда им на водопровод, там, на газификацию, на остальные электрические сети. Ну, Леонсович это все же проработано, да. На проектирование дорожной сети в 14 и 38 микрорайонах 7 миллионов рублей. На ремонт школы добавили 3 миллиона рублей. В рамках развития местного управления. Это ТОСы. 500 тысяч рублей добавили. Вот это очень отрадно. ТОСы это наше областное изобретение, если так можно выразить, да, что их как-то поддерживают. Кроме того, значит, еще выделяют средства на установку деятельских площадок, на поддержку малого бизнеса, социально-муниципальных грантов, ну и многое другое. Ну, понятно, что все вот эти поправки, которые депутаты вносят, это в той или иной степени, это исполнение наказов избирателей. Конечно, конечно. Да, у нас есть репортаж, подготовленный нашим корреспондентам о вашей контроле поездки на свой округ. Вы у нас заведуете поселками, уж если так можно выразиться. И как раз шла речь о завершении работ в очень проблемных точках. Давайте посмотрим. Это в дополнение поселка моя основная работа, еще округ мой. Да, именно так. Давайте посмотрим, а потом уже прокомментируем. Конечно, давайте. Проблем в поселках, входящих в избирательный округ председателя Думы, хватает. Но решать их нужно, ведь в том же ЛПК или Краснооктябрьском живут люди, которые не должны чувствовать себя оторванными от цивилизации. В распутницу дороги превращались в непролазную грязь, необходимо сделать твердое покрытие. На асфальт средств не хватит, значит, нужен иной вариант решения проблемы. Благодаря помощи трубного завода, предоставившего шлак, только в нынешнем году были отсыпаны 10 улиц, общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Средства на эти цели, около полутора миллионов рублей, удалось изыскать в городском бюджете. И теперь на участках, которые раньше с трудом пересекал внедорожник, можно спокойно идти даже в дождливую погоду. Такую же сумму удалось заложить в казне на ямочный ремонт дорог по автобусному маршруту номер 34. В рамках оказания муниципальной услуги выполнен текущий ремонт автодороги по улице Красных Комиссаров. Хотелось бы, конечно, желать лучшего, но будем рады тому, что есть. Ямочный ремонт произведен где-то на миллион четыреста, где ездят у нас маршрутные, такси и автобусы. И сделана улица Красных Комиссаров, которая давно уже не делалась, тоже где-то примерно миллион четыреста. Сейчас улица Красных Комиссаров в хорошем состоянии. Водоснабжение поселков еще одно приоритетное для пыльного направления деятельности. Не дело, когда в 21 веке люди с ведрами ходят на колонку за питьевой водой, уверен спикер. Благодаря содействию муниципального предприятия «Водоканал» на улице Братской выполнена замена аварийного участка трубопровода длиной 276 метров. В планах на 2012 год улицы Красных Комиссаров и Луговая. Еще у нас есть где водопроводы менять в бюджете, деньги заложены. Но в связи с тем, с тяжелым финансовым положением, где-то может в какой-то на месяц, на два, на три, где-то будет задерживаться ремонт, который у нас запланирован. И если за водой можно сходить на колонку, то что делать без электричества? Многие годы жители новой застройки «Мираж» вынуждены были мириться с отсутствием электроснабжения. Их мытажство заканчивается. До 20 октября здесь планируется завершить монтаж подстанции. После оформления документации и выполнения наладочных работ, ориентировочно в ноябре 2012 года система будет введена в эксплуатацию и в домах появится долгожданный свет. Кстати, этот участок включен в план перспективной застройки и в скором времени начнется его активное развитие. Выполненной работой спикер доволен, но отмечает, что сделать еще предстоит немало для того, чтобы жизнь в поселках стала более комфортной и современной. Всем поселкам уделяю одинаковое внимание, не взирая на то, что я живу на втором поселке. Вот у меня, с моей точки зрения, даже погромно больше сделано, чем на втором поселке. И не должно где-то быть, где мне нравится, там я и делаю. Нет. Люди живут везде одинаково и везде надо делать одну и ту же работу, которую они просят. Наказов от жителей поселков, поступивших в адрес председателя городской думы Евгения Пыльнева, еще много. Соответственно, и планов по благоустройству населенных пунктов достаточно. Жаль, сетует спикер, что средств на все не хватает. В этой связи главная задача воплотить в жизнь предусмотренные проекты, на которые удалось заложить финансирование. Вычислия продолжение отсыпки уличных проездов, прокладка магистральных водопроводов, газопровода, ремонт поселковых школ. Евгений Александрович, к сожалению, мы очень часто в нынешней ситуации говорим, что хотелось бы желать лучше, но тем не менее работа на поселках ведется. Это ваша территория, ваш избирательный округ, вы уж как никто, наверное, знаете про проблемы, которыми живет поселок. И вот в сюжете сейчас говорилось о том, что есть некоторые недоделки, сюжет еще снимали осенью, в октябре, насколько я понимаю, месяце. Сейчас работа завершилась? Вот о чем говорили сейчас? Я думаю, сколько поселок будет существовать, столько и потребностей, как это будет. То есть там электричество, вода и дороги. Другое надо, да. Сейчас там 70 с лишним миллионов выделено на поселок Северный, только на газофикацию, на электрические сети, на водоотведение, потому что там ничего не проведено. Ну вот миллион, что мы выделяли, сейчас электрические сети подкручены, там около 25 домов, которые эксплуатации, остальных-то нет. А вот еще говорили там, что план перспективной застройки существует. Что будет делаться? Строятся дома, многодетным семьям будут даваться. Это как раз вот те участки, да? Да, да, это поселок Северный, да. Которые участки выдаваются многодетным семьям? Да, да, и те люди, которые участвуют в боевых действиях, им тоже будут даваться деньги. А процесс выделения уже идет? Да, идет. Сколько-то выделили, сколько-то нет. Документ оформляется, граница определяется. Ну, тоже хорошая новость под завершение года. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня председатель Воложеской городской думы Евгений Пыльнев. Евгений Александрович, есть у нас телезритель, который дозвонился. Давайте выслушаем и ответим. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло, алло. Не получается у нас связаться с телезрителем. Ну, если вам несложно, перезвоните нам еще раз. Поговорили мы с вами про поселки. Еще, опять же, если так можно выразиться, направление вашей деятельности, да, вот в рамках. Председателя Воложеской городской думы – это приемы по личным вопросам. Вот расскажите, как часто они у вас проходят и с какими проблемами люди приходят? Ну, у меня приемы проходят. Кроме того, что я принимаю еще на поселках, я принимаю у себя в думе. И сейчас вот начал прием совместно с участковым инспектором. Я проводил... А позвольте, я вас передаю, есть у нас тоже мне подсказывает режиссер сюжет на эту тему. Давайте посмотрим и дальше уже более подробно прокомментируем. Давайте, хорошо. Приемы, которые проводят председатель думы Евгений Пыльнев, пользуются большой популярностью волжан. Большинство вопросов бытовые, с которыми визитеры обошли уже не одну инстанцию. Темы непростые, поэтому в проведении приема участвуют специалисты профильных управлений мэрии, которые могут дать исчерпывающий ответ. Так Зоя Ивановна Орхина со слезами на глазах посетовала на то, что ее многочисленная семья из семи человек уже много лет живет в двухкомнатной квартире. Пожилая женщина просит дать ей комнату в общежитии. Возможные трудности в виде жилой площади в 8 квадратных метров, общей кухни, туалета и души ее не пугают. Хорошо, мы вас услышали. Все, что зависит, конечно, мы сейчас посмотрим, как вам помочь. А вот семье Мещеряковых по вопросу получения отдельной квартиры в городе, вместо ветхой на зеленом, консультация была дана сразу. Молодые люди проживали в коммуналке. В Волжском им дают две комнаты в трехкомнатной квартире. Претензии семьи на получение отдельного жилья, пусть даже с доплатой, несостоятельны, говорят специалисты. В рамках программы переселения граждане получают равноценное жилье. Улучшение условий проживания в данном случае не предусмотрено. Семья Цвелевых обратилась к Евгению Пыльневу по вопросу неправильного, по их мнению, выставления долга за коммунальные услуги. Олег Бикбаев, являющийся инвалидом по зрению, попросил спикера помочь с ремонтом в квартире. А пенсионеры, имеющие огороды в обществе «Ветеран-3», обратили за содействием в вопросе переноса водопроводных труб, расположенных на участках. Как водится тематика вопросов, которые обсуждаются в ходе приемов, самая разнообразная. На некоторые ответы посетителям даются сразу. Иные проблемы, требующие вмешательства юристов, направляются в профильный отдел Волжской городской думы. По поручению председателя, в случае, если обращение граждан требует юридического анализа, либо юридической проработки, мы изучаем обращение граждан, направляем запросы в их интересах в различные организации, если того требуется, либо же даем развернутое юридическое заключение по существу обращения. Есть ли определенные какие-то сроки, в течение которого вы должны это сделать? В 59-м федеральном законе предусмотрен месячный срок работы над обращением их граждан. Нужно отметить, что приемы граждан проводят все народные избранники, ведь работа депутата представительного органа власти подразумевает два основных вида деятельности – нормотворческую в городской думе и с населением, приемных, расположенных в разных районах Волжского. Несмотря на социально-экономическую, политическую и культурную неоднородность городской территории, можно с уверенностью утверждать, что Волжский достаточно равномерно покрыт сетью депутатских приемных. Особо стоит отметить работу партийных приемных. Все четыре парламентские фракции ведут работу в своих городских отделениях. Кроме того, в здании Волжской городской думы по адресу проспект Ленина, 21, с 2011 года начала работу постоянно действующая приемная граждан. Все графики приемов, а также адреса их проведения, размещены на интернет-сайте Волжской городской думы. Здесь же размещается большой отдел «Работа с избирателями». Для того, чтобы граждане могли оставлять свои обращения и делать запросы, на интернет-странице открыта регистрация пользователей. К настоящему времени на сайте зарегистрировались более тысячи человек. Технологии постепенно проникают в нашу жизнь, и за полтора года в онлайн-режиме свои обращения на сайте Гордумы оставили почти 200 волжан. Всего же в 2012 году в Волжскую городскую думу поступило чуть менее полутора тысяч обращений граждан. Они затрагивали практически все сферы городской жизни. При этом максимальную озабоченность волжане высказывали по социальным вопросам и здравоохранению. Примерно 42% от всех обращений. 22% – это обращения по сфере жилищно-коммунального хозяйства. И по 12% – проблемы образования и жилищные вопросы. Евгений Александрович, посмотрели мы с вами сюжеты, и давайте небольшой ваш комментарий по этому поводу. Было отмечено, что все больше способов обратиться к вам и к другим депутатам за помощью, попасть на прием, то есть и интернет уже в помощь людям пришел. Можем ли мы говорить о том, что вот таких обращений стало больше? Потому что проблем-то у людей, понятное дело, будет всегда и много. Конечно, конечно. То есть стало ли больше этих обращений? Да. Когда люди почувствовали помощь от депутатов, они стали к ним обращаться. А можно ли помочь всем? Помочь может и невозможно всем, но к этому надо стремиться. Но а львиная доля обращений с чем люди приходят? Люди приходят с разными вопросами. Приходят и с жильем, и с садиками, и с обращением в медицине, с операцией оказать помощь. И социальный вопрос, и ветхое жилье, и переселение с острова Зеленый. Значит, вот как сейчас показывали, значит, люди пришли в трехкомнатной квартире, живут в двухкомнатной, просят дать им отдельную комнату, но мы не можем отдать. Потому что, как они жили раньше, по программе ветхое жилье, они должны равноценно получить квартиру в другом месте. А это всегда только частные просьбы? То есть какой-то конкретной семье, конкретного человека? Нет, есть люди, приходят и, ну как бы, правильнее сказать, с вопросами, которые касаются жизни. Ну, общегородские. Жизни городские, да, да. А эти, как часто вот эти вопросы перерастают в какие-то законодательные инициативы наших депутатов, местных, там, к депутатам более высокого уровня? Да, мы выходим с инициативой. Есть, да, у вас такие помощи? Да, есть. Я вот хочу сказать, сейчас я вам вот некоторые обращения, даже зачитаю. Мы выходили с законодательной инициативой Волгоградской думы о внесении изменений в закон Волгоградской области о квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов, потому что это должны были принять областные депутаты, закон такой. Законодательная инициатива о принятии закона Волгоградской области о пособии на погребение бывших несовершенных летних узников фашизма тоже вышли с этой инициативой. Также отмечу, что наказы избирателей и тем их обращений нашли свою реализацию в работе городской думы с депутатами областной думы и региональным правительством. Мы также обратились с просьбой о пересмотре количества объектов, попадающих, это очень серьезный вопрос, в категории объекта культурного наследия. Да, но в последнее время очень активно эту тему обсуждали. Да, очень много было обращений. Неоднократно у нас собиралась комиссия по архитектуре, рассматривала эти вопросы, и мы обратились в вышестоящие органы власти с этим вопросом. Какое решение было? Сейчас ждем решения. А, ждете такое решение? Да, да. Комиссия по архитектуре тоже есть? Такие вопросы она рассматривает? Видимо, объекты культурного наследия туда же входят, да? Да, это комиссия по архитектуре. Евгений Александрович, есть у нас телезритель. Я надеюсь, получится у нас в этот раз с ним пообщаться. Алло? Алло? Наверное, снова не получится. К сожалению. Ну попробуйте нам перезвонить. Уж какой второй звонок у нас срывается. А вот возвращаясь к теме приемов по личным вопросам, какие специалисты участвуют в приемах с вами? Вы же там не один находитесь? Нет. Насколько я знаю, практика такая, что участковый полномоченный с вами тоже присутствует. Ну если есть вопрос, который касается им. Со мной присутствуют те специалисты, по которым вопросам мы ведем прием. по очередности, допустим, распределение жилья, по водоканалу, по газификации, по электричеству, по плате электричества коммуналки. Ну то есть те специалисты, которые нужны будут для ответа и принятия тут же решения на месте, если это возможно. Ну я надеюсь, таких вопросов не существует. Вот хотелось бы все остановиться на тем, что сейчас думаем начать прием вместе с участковыми инспекторами по городу ВОЗ. Вот уже два приема я такие проводил. Это на поселке ЛПК и в 18-м микрорайоне. Да, люди идут, и эти вопросы можно решать на месте. Вот последний в 18-м микрорайоне был, где люди, ну как бы не находили общий язык на протяжении шести лет. Пришли ко мне на прием. Я вынужден был поехать туда с участковым. Договорились, на какой день я приеду. Пригласили тех, и одни пришли, а одни не пришли. Но в любом случае было поручено участковому, значит, переговорить и как-то их найти, померить. Понятно. Такие ссоры долгие, они до хорошего не доводят, конечно. Надо принимать срочные меры. Великобритания, мне режиссер подсказывает, что был телезритель, с которым нам не получилось пообщаться. Это как раз-таки с поселка Краснооктябрьского звонили, улица Калинина, 7, конкретный дом указали. Люди интересуются, как будет работать программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, и когда их очередь? Ну, у нас очередь утвержденной. Утверждена она, Москва, эта программа. До них доводили. Вот у меня сейчас с собой нет, я не могу сказать. Мы этот телефон, телефон их не запишем, мы обязательно дадим ответ. Где, когда, в каком году, значит, каждый дом или каждый улиц будет переселяться. Но программа работать продолжит. Я думаю, вот в этом главное, что стоит успокоиться. Вот сейчас после Нового года будет новое переселение. Очень хорошо. У нас Новый год уже скоро, да? И как, скажите, как депутаты готовятся к Новому году? Будет ли депутатская елка традиционная? Да, да, у нас в эту пятницу будет во дворце творчества депутатская елка, где приглашены общественные организации. Это большая семья, теплый дом, дом милосердия, ну и многие другие, где будут вручены детям подарки. Это уже депутатская елка, ну как бы, работает на протяжении 10 лет. Я думаю, это уже традиция. Хорошая традиция. И она и дальше также будет продолжаться и называться депутатская елка, которая будет приносить детям радости. Я надеюсь, что как можно больше детей со временем будут приходить на эту елку. Все больше и больше. Ну, конечно, где-то примерно тысяча человек. Мы вот заготавливаем подарки и вручаем детям. Я думаю, это немало. А вы сами-то как Новый год встречаете? Ну, в этом году я с твоей семьей из 14 человек поеду к себе на родину, это Воронеж, и будем там встречать Новый год. Так, возможно, сейчас у меня нету ездить туда, а вот на Новый год все поедем. То есть у вас Новый год это семейный праздник? В кругу семьи, да. Понятно. Ну, и несколько минут у нас есть до конца программы. У вас есть возможность обратиться к жителям города и поздравить их с наступающими праздниками? Дорогие волжане, ну, пользуясь случаем, разрешите мне поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всем здоровья, пожелать вам радости в жизни, пожелать вам тепла, пожелать вам понимания, уважения друг к другу. Чисто вам небо над головой, с Новым годом! Спасибо вам огромное. Ну, а вам я тоже желаю удачи в работе и скорейшего принятия бюджета, наконец-таки, на 2013 год. Я напомню целезрителям, что в гостях у нас был председатель Волжской городской думы Евгений Пыльный. Евгений Александрович, еще раз вам огромное спасибо, с наступающими вас праздниками и до свидания. Спасибо, и вас тоже. Субтитры подогнал «Симон»